У меня сегодня оглашки, девочки. Вот эти футболки, девчонки, наверное, только вот неделю. Еще тут, еще тут вот такая ступка, девчонки. О, девочки! Так сегодня меня он разозлил, Эстеран и Кайтана. Они вдвоем. Так меня сегодня разозлили, что просто без слов, девочки. Вот просто без слов. Это еще вы не видите носки, которые мне надо сложить? И трусы, которые мне надо погладить? Вы это просто не видите. Мне говорит Эстеран, да ладно, что ты? Ты тоже... Что-то слишком низко, да? Чуть-чуть подниму. Ой! Еще с вещами. Ох! Вот так. Вот так, чтобы ровно было. Вот это неделю, девочки. Неделю. Она вот это все за неделю испачкала, девочки. мы каждый день новые штанишки. Это еще не все, там еще постирать есть. Потому что если в неделе семь дней, в школу пять дней, пять штанов. А что? А что? Это еще не все. А что ты хочешь? Она мне сегодня говорит. Я говорю, Кайтана, ты видела, сколько футболок? Ты видела, сколько? А что ты хочешь? Чтобы я грязная шла, да? Девочки, в очках очки отражают. Не люблю, но без очков не вижу. Где, чего, как, гадо. Глажу, люблю очки. А эту пиндюрку, куда я поставила, этот материал, который я ставлю, чтобы не блестела, не знаю, девочки. Не помню. Потом уже, пока я это все складывала, она уже... Так. Вот так, девчонки, а что делать? У меня есть там, она говорит, тебе же это нравится. Да, пипец, девочки. Я люблю гладить, не говорю, что нет. Но не всегда, девчонки, мне охота бывает. Иногда бывает неохота, да? И вот бывает же вот, ну, я... Знаете, что они еще делают? Вот я сниму вещи, хорошо сложу их, да? Они там носки ищут, девочки. Потому что в полках... Здесь же... Это же... Ну, я не в доме, я же на квартире, девочки. А в доме-то они знают, где что. В полку пошел, и все. Как в магазин, понимаете? А тут... Надо мне найти эту пиндюрку. Подождите, сейчас я... Я не могу, она будет блестеть, потом мне будет не нравиться, придется перестирывать. Разбаловала, конечно, я свою семью, девчонки. Вот теперь... Теперь уже все. Теперь уже все. Вот тот день она искупалась, взяла полотенце, девочки. Но это у всех, я знаю. Они детенецы, твой труд. Это... Это не только моя такая... Она взяла полотенце, мокрое. Ну вот, она искупалась. Нет, чтобы вот... Я бы вешу, да вот... Даже вот чисто на дверь можно повесить, да, чтобы она просто... Я понимаю, что она постираться надо, да, это полотенчико. Ну, просто, чтобы в мокром виде ее туда не поставить, где вещи. Она взяла в мокром виде вот тазик с грязной одеждой, которая была, не чистая, не свежая одежда. Хотя тут грязные одежды и не бывают, девочки. Она просто вот в один день одела, пошла в школу, пришла, сняла все постирать. Она искупалась. Ну, они там физкультура, они же там бегают. Я понимаю, это все прекрасно. Да. И она. А там был... джемпер вот этот, сейчас я вам покажу. Полотенце синее было. джемпер белый, девочки. Джемпер новый, один раз одеванный. Что вы думаете? Он перекрасился. Ой, что-то я так плохо погладила. Ой, сейчас. Быстро-быстро надо погладить. Потому что придут, кушать уже готово. Все, мне надо накормить, посуду помыть. И домой хочу. Заберу все, что поглажено, и заберу. Что не поглажено, оставлю. Потом продолблю и заберу. И этот джемпер, девочки, испачкался. Вот. Вот тут. Вот покрасился. И я ей точно такой новый купила. Она его сегодня одела, мне кажется. Потому что она расстроилась, стала плакать. Я говорю, что ты плачешь? Ей так он нравился. Я говорю, ладно, купим еще один. Я его так дорого купила. Сейчас распродажа, он дешевле сейчас. И я ей купила еще один. И вот этот, пускай там на даче одевает. А потом думаю, может быть, девочке купить краску и его в черный цвет покрасить. Жалко. Он такой еще тепленький. Но сзади видно, да? Она его не оденет, я знаю, в школу. А это же... Она очень любит. Это же Бейска. Или как хер его... Берчка. Здесь написано. По крайней мере, так читаю. И вот, конечно, здесь видно. Я уже его сколько раз постирала. И хозяйственным мылом дала. И это, и то. Нет, девочки не уходят. Она такая, как она мне нравилась. Я говорю, ну а кто виноват? А она еще не признается? Говорит, нет, она этого не сделала. Я-то знаю, что если он так он хорошо пахнет. Уже столько раз я его расцернула. Ну, вот такие у нас дела. Мой труд не ценят, девочки. Они думают погладить это что? Да это же чушь собачая. Нет, девчонки. Это тоже само время труд. Вот у меня сейчас вот на это всю поглажку уйдет часа два. Понимаете? Да, это немного. Но я эти два часа могла что-то другое делать. Отдыхать, например, даже. Чисто физически отдыхать. У меня иногда так спина болит, девчонки, после работы, что хоть вой, да? О, девочки, на днях меня будут оперировать. Ну, это такое, я уже говорила на мубанге. Это такое, знаете, по-женскому не хочу говорить. Это там мелочь, да? Ну, все равно операцию. Сегодня мне ходила от ковида, сдавала анализ. Потом мне нужно будет еще пойти там. Так, это вот так. Это сюда. Вот так. Смотрите, сколько футболок. Один. Два. Три, которые терпеть не могу. Четыре. Пять. Ну, это от пижамы. Шесть. Это пижамное платье. Это не футболок, но все равно семь, восемь, девять и десять. Вот так. А здесь, наверное, штук двадцати стилена. Уже не говоря о моих вещах. Ты знаете, вот один день не погладишь. Вот постирала, не погладишь, да? Вот сразу одну-две стиралки. Ох, девочки, потом... Я не знаю, почему. У меня всегда вот так. Потом это все длится и длится. Уже опять на завтра этот говоришь. Бах, завтра, бах, завтра. Лучше сразу, девочки. Это отчемовская футболка. Не очень-то я люблю этот отчеми. Многие люди от него прям в восторге. Вообще ни моего вкуса, ни одежды, ничего. Ни футболки ихней. Вот как будто из садницы вышло. Столько лежало она там. Они там же все перевернули. Им что-то надо. Они берут... Так, это я неправильно погладила. Вот так. Люблю, когда стрелки на... На этих очень люблю. Сейчас его погладишь, он прям оживает. Ах, девочки, моя дочка. Ну, слава богу, хоть от сынки стало хорошие. Очень хорошие приносить. Видите, я вот этим поясом эту сторону держу. И вот так я его выпрямляю. Вот так я его выпрямила. На цветок ставлю эту пиндюрку. Цветок сейчас поглажу потихонечку. Чтобы он распарился. Этот никогда вот так не делаю. Его приподнимаю чуть-чуть, даже хоть незаметно. Но он у меня всегда на руке. Он не идет вот так. А если вы хотите, чтобы он хорошенько скользил, обычно берете газету, ставите газету и свечкой обычно его вот так протираете. А потом газету вот так гладите, потом обратно свечкой. И она у вас прям как... Как этот... Идет. Как по маслу, девочки. Вот так. Надо мне очки снять, уже начинает потеть. Сегодня мне в квартире так жарко. Прям не могу. А, это же не наклейка. Это же... Можно было так. Или здесь есть наклейка. Здесь в местах наклейка нет, в местах нет. Понятно. Вот сейчас, девочки, она увидит это все. Поваженное. И, конечно. Один-три раза меняемся мы. Ой, я бы тоже, наверное, менялась бы. Вот я ворчунка стала. Кто бы меня так одевал? Если бы у меня вот столько одежды было бы. Она вообще еще у меня не такая. Я вообще была бы... О, еще та модница. Еще та модница была бы я, честно. Вот она в школе, да, я уже по ней скучаю. Вот не поверите. И по мужу скучаю, и по ней скучаю. Сегодня мой племянник придет с нами кушать. Я приготовила. Иду. Вот там я... А, видите, не вижу. Вот она. И там еще... Отбивные... Не отбивные, а... Ну, мясо, короче, от филе вытащила. Говяжее. Для дамчика. Ну, если какая-то арка захочет, ей тоже подготовила. Нет никаких проблем. Он же бедный тоже. Я ему там, мужик, я тоже приготовила. Целую кастрюлю сегодня супа я практически выкинула. Ну, курян, да, но все равно это для меня как выкинуть. Куры что-то, яйца тоже не ставят, девчата. Не поймешь. Ну, сейчас так... Здесь называется пастуру меняет. Пастуру это как... Упали что-ли? А, нет. Так что вот так. Сегодня поглажу то, что могу. И то, что захочу. Потом остальное. Этот цвет мне так нравится. Вообще фиолетовый цвет мне нравится. Сейчас придет довольная такая. Что будем кушать? Скажу соус. Вау, лицо так испортится, девочки. Ай, ну, пожалуйста. Я же не хочу. Ты же знаешь, что я не люблю. Она мне... Я говорю, а ты знаешь, что мы любим? Иногда надо то, что мы любим, тоже кушать. Но что тебе стоит? Ты для себя приготовил, говорит. Вот это. А для меня другое. А вот, блин, подождите. А вот увидит там второе блюдо, да? Сразу. Скажет, не-не-не, я буду второе. Так что я пока на первое не съест. А потом на второе она и не захочет. Потому что она не ест так. Первое, второе не ест. Но если первое... Вчера она, молодец, хорошо поела. Вчера она хорошо поела. Нет слов. Вот так. Я, когда делаю видео, я немножко медленнее глажу. Не знаю почему, потому что, наверное, не сосредоточена. Когда не делаю видео, конечно, я быстро-быстро... Вот не знаю, с чем это связано. Хотя это же можно делать и быстрее. Не знаю. Сейчас зашла я в ее комнату туда. Девочки. Все на стуле. Стул я не знаю, как выдержим. Завтра соврала, конечно. Так, это... Это она. Будет интересно надевать, не будет. Ну ладно, так просто пройдусь. Здесь на квартире тепло. Но там у меня дома чуть-чуть прохловато. Адам сказал, что я приду. Ты будешь на квартире. Я не хотела быть на квартире сегодня. Хотела домой ехать. Но ради него я осталась. Раньше моя дочка вообще сюда приходить не хотела. Сейчас уже потихоньку привыкает, что ли. И такая мне говорит, ну, тетя здесь, школа рядом. Говорит, так что давай здесь останемся. Где-то позже встает, конечно. Там же только полчаса дорога, девочки. А оттуда вот сюда. Но я же по утрам... Вы же знаете, по утрам люди на работу. Много-много машины. Туда и сюда. Бывают пробки-то не бывает. Но все равно. И как-то задерживаемся. Получится, я не задерживаемся. Чуть меньше 20-25 минут где-то вот так. А тут вышло ровно 3 минуты. Дорогу перешла и школа. А потом я еще в следующем году, если туда, куда я хочу, она и пойдет. Ну, примут ее там же еще. Это же не только это. Когда я еще принять должна. Если ее примут, там еще дальше, это надо еще туда. Я не знаю, этого сколько нам нужно будет вставать. Ну, ради детей сделаю, девочки. Вот так. Вот эта хлопковая, да, мушкушка. Вот зачем эти наклейки? Да, вот просто надпись нельзя. Нет, все в наклейках. А эти наклейки, зачем они вообще нужны нам на этот? Нам ночное. Вот так я ей все сложу, девчонки. Даю ей, вот так и говорю. Иди, отнеси в полку, девочки. Потом полку смотрю. Душа разрывается. И она мне еще говорит, не заходи в мою комнату. Не надо, будешь нервничать. Ну, чтобы я не нервничала, делай так, как я говорю тебе. А потом мы говорим, ой, ребенок должен быть сам туда-сюда, а потом все равно лезут, девочки. Ну, уже стараюсь не заходить. Думаю, ба! Это хорошая курточка. Женщиками хорошо смотрятся. Вообще с любой вещью. Вязаная такая. У меня тоже в детстве, я помню, была она подобная. Вот так, девчата, быстро-быстро-быстро. Вот это, мне кажется, тоже от ночной. Но она его одевает, как в футболку. Не знаю, от ночной, не от ночной. И ей тоже запретить не можешь. Она тоже такая своеобразная. Вот как она сказала, так и будет. Вот как она сказала, то и оденет. Уже заставить не могу. Одень то, одень то. Нет. Раньше я ее одевала, как я считала нужным. Как мне нравилось. Я обалдела. Одевала то, что хотела, покупала то, что хотела. А сейчас уже все, девчонки. Ушла с моего контроля. Ушла, девчонки. Просто все. Сейчас даже вот что-то хочу, не могу заставить, девчонки. Уже все. Уже их не заставишь. Так, куда она упала? Сюда. Уже все, девочки. Уже бесполезно. Вот так. Вот мне кажется, что мне красный цвет подходит. Вот не знаю, почему. Мне так кажется. Но не всегда. И надо было, что нет. Это смотря как, когда я хорошо ухоженная, мне подходит красный цвет. Накрашенная там. Ну, прям не накрашенная, просто имеется в виду, привела себя в порядок. А вот так, когда нет, у меня лицо такое, как будто красное становится. Мне не подходит. И вот моему мужу тоже не подходит. И вот я вижу, что у моей кайтаночки тоже не идет красный цвет. Должен быть ялый такой, алый. Ялый. Блин, я тоже. Вот эту футболку, девочки. Как я ее ненавижу. Она ее не снимает, одевает. Видать, она удобная. Я ее терпеть не могу. Сейчас я ее поглажу. Она ее первую оденет. Выкинуть, что ли, мне ее. И вот никаких проблем не будет. А как она у меня хорошо пахнет, девочки. Когда я вот... Вот тут я с ней сплю, а там в доме нет. В доме у нас на своей кровати спит. Я так прижимаюсь к ней, как она пахнет. Прям детством. А потом вот я не знаю, у вас так бывает или нет, когда вот вы видите, когда твой ребенок спит, вот ты реально видишь, какая она уже большая. Вот у меня бывает. Я вот реально замечаю, какая она у меня стала большая. Только когда спит. А когда вот здесь еще она же, девчонки, любит, притворяется. Еще маленькая она у меня. Но зато когда ее подруги проходят, сразу становится большая. Прям моментально, девчонки. Вчера она мне подходит и мне вот так говорит. Эй, я на видеосвязи, эй, будь аккуратней. И дядя говорит, ты смотри, не пердони здесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я грою из тыла. Какое мнение она тебе? В чем когда я это делал? Она такая, ну, на всякий случай. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, как я смелась. Это моя радость, девчонки. Мои, моя, наша, наша радость. Правильно я искать. Наша радость. Наша жизнь. Вот ею и живем. Думаем о ней все время. Я все время думаю только о них, девочки. Вот только о них. О моем муже, о моем ребенке, о моей мадамичке. Ой, какая-то кривая больная. Еще одна такая же есть, наподобие такого же цвета. Вот такой же материал дебильный, который идет, куда он хочет. Который очень такой сложный. Вот его просто выровнять очень тяжело. Вот такие дела, девчонки, наши женские дела. Вот такие. Вчера в Тик-Токе видела. Не в Тик-Токе, а в Инстаграме. Но это от Тик-Тока кто-то сделал. Женщина стоит, посуду моет. К ней сзади муж подходит, шапку от Ден рождения открывает. Пу-у-у-у-у-у-у-у. Шапку снимает. Она такая. И раз шапку такую снимала, она стоит, опять моет. позуна. Короче, с днём рождения. Всё. Две минуты. Какой две минуты? Секундочку. Ой. Вот так. Ну, вот остались две. Так. Надо ещё воду мне купить. Ой. Мой утюг называется Бапуррея. Бапуррея. Это фирма Польти. А то мне каждый раз, как я домой пойду, это запущу, мне спрашивают, как наш утюг называется. Вот так называется. Честное слово, самое лучшее, то, что я себе купила, это вот это. А сколько у меня таких было, девочки? Не поверите. Разных фирмах. Если я начну дома вытаскивать утюгов, ну, я же гладильщица была. Тут тоже у меня две пары, что ли, утюгов. С этим три. Новых. Одна моей сестры. Моя сестры не разрешает трогать, пускай лежит. Не разрешает трогать. Кому-то кто-то здесь потрогает, кому утюг нужен тут. Тут вообще... У кого у них здесь просветия, они говорят, нахер это надо? Нужно и так одеть. Вот так делают футболку и одевают девочки, если надо им куда-то что-то срочно. Вообще, нет, я так не могу. И дочку не разрешаю. Она мне вчера такой фокус выкинула, девочки. Это вообще... Я ей говорю, теперь в театральной надо. Она такая, почему? Смотрите, что она вчера сделала. Идет с собакой гулять. Идет с собакой гулять и возле магазина... А я вот тут на лавочке, девочки, вижу ее, что она в ту сторону пошла, но я глазами за ней слежу. Она что-то остановилась. Смотри, она остановилась. Я понять не могу, что она остановилась. Я думаю, наверное, собака бесит или что там делает, не знаю. Наверное, просто остановилась. Она остановилась и вот так стоит. Вот так стоит. А оказывается, девочки, она остановилась и она сама себе в голове придумала, что сейчас кто-то может подойти и у нее собаку украсть. расстроилась к и такая и плачет девочка плачет мой тумас какой-то несчастный тебя же могут украсть мне наверно надо одной с тобой не ходить тебя украдут стоит плачет а там напротив машина девочки взрослый мужчина и и женщина сидит и конечно меня смотрят и окно открывать девочка что с тобой она берет собаку к побежит ко мне я учу и она мне это рассказать зачем ты это сделала она такая ну я просто представила какая была бы жизнь без тумаса вы представляете девочки да я вот и дурная да кайтана ты же мне проблему можешь создать вот сейчас кто-нибудь вот просто подумать даже вот знаешь вот кто не может подумать вам а может быть и дома там обижают или еще что-то ты вообще головой дружишь она такая я больше не буду вот и все девочки ну вот вы думаете я не знаю я не могу понять как она могла такое придумать сама себе сама себе придумала и сама стояла плакала смотрите плакала девочки еще такая с красным носом бежит ко мне я хочу чтобы я так сплывался думаю кто-то там что-то сказал я уже такая раз думаю о съем убью зарежу прибил а я сама себе кину сделала и тумасика сейчас укладут вы поняли да я и говорю эй кому твой тумас нужен дура дура тоже не сказала конечно я ему так говорю кому он нужен его кормить вакцину делать сегодняшний день люди сами себя прокормить не могут она такая точно он мне несчастный очень яйца правильно срочно нужно вот такая вставляйте вот представьте себе девчонки машетесь от вещи делали да у меня смех какая-то что ну что она может по дороге может идти бузануть на меня навалить сказать ну ты даешь вот так девочки эта дурочка может заплакать потому что придумала себе сказку что ее сейчас собаку украдут я же говорю семья такая погладила все футболки так девочки давайте я вас оставлю вам это надо вот так я глажу девочки вам это надо а занавески мне надо погладить девчата это самый такой окна помыла теперь занавески поглажу девочку окна тоже мыло знаете сколько дней говорила окна по мою окна по мою мне казались они такие грязные не знаю но на кухне вы же знаете готовишь там это то я думаю что самые грязные вещи это вот эти кухонные полотенце или как там кухонные до или кухонные ну такие длинные стали девочки такие они дешевые я по такой дешевке купила такие нищтяковские девчонки очень нравится вот тут потому что никто же не живет зачем мне здесь такие какие-то деньги большие тратить хотя конечно мне хочется девочки иногда да ну или хочется но все тоже и то могу содержать и это и то и нелегко но я стараюсь есть такая пиндюрка который вот ставлю шкурочку как духовочка вот такие большие короче я видела дал магазинах так вода есть есть пока вот они продаются сюда тоже купить туда просто вот ставишь она на электричество да чуть поставишь и раз так засунешь и она прям без масла без ничего делает хорошо у адама тоже есть дома он купил мне показал что он там они готовят там часто но он курицу очень любит и он это купил и мне похвалил сказал да тетя между прочим без масла без ничего очень даже вкусно получается там не только курицу там не только курицу и овощи можно делать короче вот так и я решила купить они там разных есть литров там два с половиной один с половиной два с половиной три с половиной разных литров и и сказала моему внимательнику принеси посадку меня тоже не знаю может сегодня принесет я уже насколько рассказала может принесет вот так и сейчас середку вообще не надо было бежу и купить ее да потому что там все равно не белая понравилась там же кухня бежевая я имею ввиду цветы бежевые должны были быть ну то что было короче знаете когда за на виске такое ощущение что задница открыта у кухни знаете так некрасиво уже несколько дней вот три дня что ли она без занавески очень некрасиво смотрится мне вообще не нравится вообще занавес такой вид предпочитают как-то видно чистоты что ли порядка особенно когда они вот я же их на крахмалила и все поэтому такие деревянные мне нравится девочки пойду повешу пока не помялись то они сразу мутся вот так ну вот девчонки целую вас девчата горжусь вами подписывайтесь девочки отправляйте мои видео распространяйте не очень посмотрите не думайте что я обманываю вы посмотрите сколько еще вещей так что это еще одно долго у меня на очень даже на очень долго еще я глажу еще этот пар идет еще лицо щипит так целую вас люблю вас пока